Всем йоу, меня зовут Штинин Юрий, более известный как Диджей Плащ. Занимаюсь диджеингом с 2012 года, рисую граффити, активно прорисовал до 2013 года. Как раз это такой был переломный момент, когда появились вертушки и, собственно, сейчас я больше активен в музыке. Так, родился я в городе Ярославль, прожил там до 2016 года и переехал в Москву по сей день здесь живу. Никнейм Плащ, откуда он взялся? Это была зима 11-12 год, я тогда бомбил в длинной парке и в одну из ночей, выходя из подъезда, куртка была на распашку и начала как бы развиваться на ветру. Мой кореш шел сзади и крикнул мне, ну ты плащ, короче. Меня это цепануло, понравилось как звучит, с собой был маркер и я сразу тегнул за плаща. Это был как бы прикол, но в результате это стало моим вторым именем среди своих еще до того, как я стал диджеем. Я пошел в градостроительный техникум, был на дизайнера по рекламе, мне это вообще помогло, я сам себе могу смонтировать видос, нарисовать, диджитал какой-то. Ну я не доучился, собственно, потому что граффити заставляло не спать по ночам. Хотелось спать, когда все шли на учебу. Собственно, вертушки я купил в 12-м году, это был мой первый кредит. Я тогда захотел делать скретч. Я как бы музыку давно слушаю в стиле хип-хоп, в детстве занимался брейком, это очень повлияло на мой музыкальный вкус. Я замечал то, что в треках во многих есть скретч. Я знал, как это называется, но понятия не имел, как это делается. И вот этот звук интересный, то есть мне казалось, это смотрится очень стильно. Мне хотелось это делать. Привело как бы меня к этому желанию такой момент переломный в моей жизни. Собственно, вот я рисовал граффити активно, прям очень активно в Ярике. Имел некую известность в кругах граффитчиков. Краска подорожала, одним днем буквально в два раза. Мое лого – это изображение персонажа, которого я придумал как раз в то время, когда появился скретч в моей жизни. Это был переход от граффити к музыке, что для меня было очень символично. Я считаю, что это мое лучшее граффити в плане индивидуальности, самое личное и настоящее. Он очень узнаваем, это моя отличительная черта, мой знак, моя фирма. И что-то как раз я слушаю музон, брейкбит, со скретчами и все дела. Слышу этот звук и думаю, блин, он же мне нравится. Дай загугли вообще, посмотрю, что такое. Наткнулся на то, что в Ютубе нашел просто кучу диджеев. Кьюбер, Дистайлз, Биджанкис, вот эти все как бы отцы. Сам того не заметил, как, ну, меня захлестнуло и мне захотелось этим заниматься. То есть все назад, дороги, как бы, пути не было, уже столько информации я себе загрузил в бошку. Просто я решаюсь, беру свой первый кредит в жизни, еду в Москву, приезжаю к какому-то челу, просто беру у него целый сетап, сразу мне этот чел подогнал Сирата. Я привез это все домой, помню, смотрю на все это и так просто берусь за голову. Как это подключить? Помню, звоню этому челу, диджею, у которого взял сетап, говорю, подскажи, как, что подключить, на что он мне просто отвечает, сам прокачивать свой опыт и находить ответы на свои вопросы и просто бросает трубку. Я начал искать уроки в Ютубе, просто как делать скретч. И так я, ну, как-то вот самопально изучил скретч базу. Все это привело к тому, что я уже в Ярике, меня звали на какие-то тусы, я играл в граффити-маркете в нашем местном, играл на фестах, на разных экстремальных, где также арестовали граффити, катали на скейтах. Так вот пошел мой такой диджейский путь. А спустя два года я написал свой первый микстейп. Этому микстейпу уже почти десять лет, и он до сих пор актуален, особенно в кругах бибоев. Я его назвал Flow Attack. Если дальше говорить про Flow Attack, то я написал вторую часть в двадцатом году. Тут значимая для меня вещь произошла, чем я могу похвастаться, не стесняясь. Есть такой фестиваль Combination. Я написал B-Boy Can и сказал, слушай, мы тут сделаем подготовку на Combination. Хотим создать новую номинацию для танцоров по брейк-дансу. Хотим назвать номинацию Flow Attack. И суть этой номинации будет заключаться в том, что нельзя будет использовать Power Move. Ко мне говорит, мы не будем тебя не пригласить и сделать тебя чуваком, кто будет вести эту номинацию. Когда я вообще, наверное, в первый раз качнул так мощно для себя, и много было отдачи, много было респекта от людей. Ну, я сделал вклад, поставил какую-то частичку. Не просто сам написал альбом, микс, а именно то, что еще как-то появилась такая реакция извне от других людей. Я пишу уже третью часть. Хочу ее выпустить на десятилетие первой. Если все пойдет по плану, выйдет третья часть. У меня на районе в Ярославле есть такое место, которое все знают как Тир. Он находится на территории школы номер 56 со стороны спортивного стадиона. Это местный Hall of Fame, легендарный спот. Первый раз мы сделали на нем в открытую днем в 2011 году. Закатали полностью в черный, повесили цветные куски. В 2013 году я уже выступил не в качестве райтера, а диджеем. То есть это была по сути нелегальная акция. Днем на школьном стадионе с вертушками, большими колонками, цветными граффити. При этом народ очень позитивно реагировал на происходящее. Сейчас Тир остается тем местом, где рисуют местные чуваки. Но уже это происходит в темное время суток. Недавно я повесил там свежий кусок. Вообще район считаю как галерея нашего стиля граффити. Есть куски, которые до сих пор висят и им уже по 10 лет. Конечно, многое уже закрашено, но тем не менее. И ко мне просто подходит, например, чувак с пилом такой старше меня. Ты такой, что в портфеле? Если сейчас там краска, типа, ну, ты получаешь. А там краска. И я получал. А потом, на самом деле, это все как-то... Мы повзрослели, потом эти гопы нам начали руки жать. Уже начали там у нас заказы делать. Оформи мне тачку, оформи мне подъезд. Респект вам, ребята, столько лет в теме. Тусовались мы частенько рядом с музыкальной школой. Вот эти дворы, свечки. Мы вылезали на крышу этих домов. Ну, это прямо, короче, романтика такая. Граффити будни. Я вообще помню, мы с типами разговаривали на серьезе. Да все, мы рисуем граффити просто до смерти. Сто процентов. Я пришла сюда, не понимаю зачем. И я не знаю, куда течет холодный ручей. И понимаю я, чья не понимаю, почему в этот холодный вечер. Пусть не час туман разбивает гудок электрички. Мой мотиватор оставаться в теме. Ощущение от выполненной цели, оно тебя мотивирует на более новые, свежие задачи. Я никогда никого не слушал и занимался тем, что люблю. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok